Значит, десятины в среднем составляли порядка 22%, но это была не вся часть обеспечения служителей. В общем-то, обеспечение служителей, вот в этой части, мы помним, входили не только служители, потому что все 100% первой десятины принадлежали кому, которые он отдал, все 100%. Вторая десятина, а ее лишь какая-то часть отходила на содержание или путешествие левитов, вся остальная часть тратилась на меня, любимого, и на мою семью. Третья десятина, какая-то ее часть тратилась на левитов, живущих рядом со мной, а какая-то часть тратилась на неимущих. Поэтому нельзя сказать, что полностью все 22% они отходили на содержание служителей. Понятно, да? Мы говорим, в среднем эти расходы были 22% на все тридесятины, но не все 22% шли на содержание служителей. Содержание служителей в Израиле составляло от 30% до 40% дохода Израиля. Сюда включены десятины, сюда включены приношения, выкуп первенцев, все лучшее, все заклятое, все посвященное, все обещанное, жертвы, все вот сюда как бы включено. Страшно? Пожалуйста, огромная просьба, не спешите все, что вы только что услышали, преломлять к тому, что же мы сегодня делаем, живя в Новом Завете, и что со всем этим счастьем надо делать завтра, когда я соберусь идти в общину и приносить пожертвования. Не спешите, у нас будет день, который мы посвятим даянию в Новом Завете. Пока мы говорим о том, что человек подрос, и он познакомился со словом ответственность. Если раньше, до этого, человек выражал свою благодарность произвольно, то теперь ему сказано, кому, сколько, когда, каким образом нужно дать, и сказано, что если появится желание дать больше, то сказано, кому даже это давать. Понятно, да? То есть были положены жертвы, были положены десятины, да? Все было. И было. Все, что человек пообещал Богу, захотел принести, взять на себя какой-то обед, все, что он двигался дальше, он двигался абсолютно легко и свободно, и все это принадлежало священникам. Понятно? Бог это все передал священникам. Очень важная картинка. Мы видим, что Бог приводит свой народ в землю. Это народ и доход народа. И Бог, приводя, заявляет свои права на какую-то часть дохода, который получает народ. Часть мы описывали, да? Достаточно большая. Обеспечение священников и левитов. Бог говорит, вот это принадлежит мне, является моей святыней, да? И вы вот это должны передать моим служителям. Так, понятно? Бог говорит, ребята, я ваш удел. Обращаюсь к своим служителям. Я вас обеспечу за ваш труд. Но вы должны служить моему народу. Ответственность служить у священников и левитов есть перед кем? У народа есть ответственность перед кем обеспечивать их? Здесь эти должны передать то, что принадлежит. Эти должны служить. Мы вернемся чуть позже к выражению даром получили, даром отдавайте. Более подробно мы будем разбирать. Священник не имел права требовать оплаты за свое служение. Даром получили, даром должны были и отдать. Нельзя было установить положенную таксу. Если я за тебя помолился, 5 шекелей, вот сюда. Если ты хочешь, чтобы я тебя благословил, 20, вот сюда. Понятно, да? Хочешь, чтобы я обрезал твоего мальчика, ты попал. Понятно, да? Нельзя было брать плату за служение. Но народ и не покупал, и не мог купить себе служение. То есть, он не мог сказать, слушай, что-то мне не очень нравится. Как ты сегодня проповедовал? Наверное, я тебе сегодня не дам нормальных пожертвований. Ты напрягись, в следующий раз потренируйся. Ну, так, чтобы мне понравилось. Тогда я по-нормальному тебе занесу. А так, говорит, не проходит. Что-то, ну, и тему, вот тему желательно сменить. Тоже мне не очень что-то нравится. Как-то ты о грехах, что-то. Ты мне про успевание, чтобы я преуспел. Тогда я нормально. А если ты нет, ну, извини, другой раз. Там таких взаимоотношений не было. священник служил Богу. И он говорил то, что Бог ему сказал говорить. Нравилось это народу или не нравилось. Священника это не сильно интересовало. Он служил кому? Богу. И имел ответственность перед ним за то, что он говорит здесь. Иногда, когда я начинаю учить, я прихожу к студентам и говорю, ребята, я вообще не отвечаю перед вами за все, что я здесь наговорю. Я отвечаю перед Богом. Но и вы, мои хорошие, отвечаете перед ним за все, что здесь вы услышали. Потому что ваша ответственность взять, лечить с Писанием, проверить все. Точно ли этот мужик договорил нам правду. Чейбрыхал. Понятно, да? То есть вы отвечаете перед ним и я отвечаю перед ним. Друг перед другом мы, извините, ответственность небольшую имеем. Но перед ним мы отвечаем за то, что мы делаем. И здесь эти ответственности не пересекались. Каждый должен был делать свою часть. Если священник плохо делал свою часть, это не освобождало народ от того, что они должны были все равно хорошо делать свою часть. Если народ не делал свои хорошо части, то это не освобождало священника от его части нормально нести служение Всевышнему. Потому что и те, и другие имели ответственность перед Всевышним. Они не отвечали друг перед другом. Поэтому неисполнение обязательств одного не освобождало другого от исполнения его обязательств. У нас как? Если ты не выполнил свои договорные обязательства, то я могу не выполнять свои. Тут не проходило по конкурсу. Каждый имел свою ответственность. И неисполнение любой сторон не освобождало другую сторону от его ответственности перед Богом сделать свою часть. Здесь теперь все стало на свои места. В Новом Завете ничего не поменялось. Это и так на всякий случай. Чтобы ваши даяния не зависели от того, какое слово вы слушаете на Шаббате. Я говорю не шутки на самом деле. На самом деле я говорю не шутки. Потому что я знаю, что иногда пожертвование очень сильно зависит от того слова, которое говорит раввин или пастырь. И если пастыне нравится, они почему-то решают в этот Шаббат не очень хорошо жертвовать. Иногда понятно теперь как соотносится то, что вы говорите на Шаббате с тем, что вы получаете в корзине. Ну, это же возрастание. Тут вопрос, как это оценит Всевышний. Вот это самый главный вопрос. То, что вы приносите, оно является благодарностью или оценкой? Причем не вашего раввина, а Бога. по идее должно быть не только благодарностью, но и оценкой. Потому что мы говорили, каждый с даром своей руке, смотря по благословению, которым Бог благословил. Не которым вас раввин благословил, а которым Бог вас благословил до того, как вы приходите на Шаббат. Поэтому формировать ваше пожертвование можно до того, как вы туда придете, вне зависимости от того, что вам раввин скажет. Пришли, сразу отдали, и все нормально. Ну, чтобы слова не влияли, да? Понял, чем закончится, да? Понял, что сказал, чем закончится? Хорошо. Итак, приходим к некоторым слабо обеспеченным слоям населения, которые являются вдовы, сироты, ну, те пришельцы, которые пришельцы, а не те пришельцы, которые ушельцы, да? Да. Значит, весь Израиль, как это ни странно, был кем? Родственниками. Они уже, в общем-то, пришли в землю, поселились на ней, но при этом, при всем, они были родственниками. Да, когда-то они были пришельцы в чужой земле, потом они получили свою землю, все было у них нормально, и все они были родственниками. Семья. Одна большая межпуха, или межпуха. Да? Вот эти вот все люди, они были частью кого? К примеру, у них не было близких родственников, которые о них могли бы позаботиться. Но любой еврей являлся их дальним родственником. Поэтому на весь Израиль, собственно говоря, была возложена ответственность этих ребят. Иногда сегодня мы слышим странную картину. Мы слышим странные вещи. Человек говорит, послушайте, ребята, я взял и отнес свои денежки в общину. А вот тут есть человек, который нуждается в чем-то. Так вот нехай пускай община за него в общем-то и беспокоится. Что мы видим? Народ Израиля приносил свои денежки левитам и священникам. но вот здесь схождение денег было слегка ограничено. И вот этим нельзя было отдавать деньги. Ответственность за обеспечение не было возложено на кого? На народ. Картинка понятна? Неправильная картинка. Понятно, да? тоже неправильно. Потому что есть ответственность вот за это и вот за это. Соответственность за содержание этих разобрались? Сейчас будем разбираться с ответственностью за содержание этих. И та и та ответственность была возложена на народ. И они друг друга не заменяли. Нельзя было сказать слушайте ребята я вот эти десятины вместо левитов отдал вот этому парню. Он бедный и нуждающийся. Больше чем вот те левиты которые служат. Этот нуждается больше. Поэтому я тут решил. Бог говорит ты немного не понял дружище. у тебя есть ответственность отдать мое вот тому. А теперь у тебя есть ответственность отдать мое же вот тому. Понятно да? Одна ответственность не освобождает и не заменяет от другой. Есть ответственность за содержание служителей а есть ответственность за содержание неимущих. Две разных ответственности друг друга не заменяют и не перекрывают. Ответственность. Понятно. Слово называется ответственность. Теперь мы будем дальше спокойно разбираться. Итак, поскольку мы являлись всей одной большой семьей и продолжаем ей же ж и являться, то ответственность за содержание вдов и сирот ложится на кого? На нас, на меня. Понятно, да? Вдов и сирот и пришельцы. Как это ни странно, это касалось и пришельцев. Но пришелец должен быть он же и есть гир. Он должен отвечать неким условиям. Числа 15 глава с 14 по 16 стих. Чисто 15 глава с 14 по 16 стих. Если будет между вами жить пришельец или кто бы ни был среди вас в роды вашей и принесет жертву приятное благополучание Господу, то и он должен делать так, как делаете вы. для вас общество Господне и для пришельца живущего у вас устав один, устав вечный в роды вашей. Что вы, то и пришелец добудет перед Господом закон один и одни права добудут для вас и для пришельца живущего у вас. права у пришельца поднимаются только тогда, когда исполняется закон. И жж. Закон защищает его и дает ему права в случае его исполнения закона. Это требование, которое существует для пришельца. Что, что, что? Да. Под пришельцем подразумевался празелит или... Гер. Да, празелит или гер. Окей. Да, человек, исполняющий закон. Человек, ставший под закон. Это не тот человек, который пришел и ушел. Это не тот человек. Это тот, который закончил свое странствие и поселился между народом Израилем. Не был Корнили Гером. Он был боящимся Бога. Еще раз. Понятно, нет? Корнили был человеком боящимся Бога. Мы переходим уже чуть-чуть дальше к временам ближе Нового Завета. Когда существовала достаточно большая прослойка населения, которая исполняла частично закон, но полностью под него не становилась. Которые молились, благотворили, жертвовали, все нормально было. Но они не могли присутствовать в храме они были язычниками для евреев. Почему? Потому что они не стали полностью под закон. пришелец это человек принявший иудеизм. Это гер или празелит. Как нравится? На еврике или на греческом? Гер или празелит или пришелец в русском переводе. Понятно, да? теперь отношение человека к бедным, вдовам и сиротам характеризовало праведность человека. Праведные люди они хорошо относились собственно говоря к 29 глава книги Иова с 12 по 16 стих 29 12 16 Потому что я спасал страдальцев опережающего и сиротубы с помощью благословение погибавшего проходило на меня и сердцу вдовы доставлял я радость я облекался в правду и суд одевал меня как манну и увясло я был глазами слепому ногами хромому отцом я был для нищих и тяжбу которых я не знал разбирал внимательно понятно характеризовал это каким-то образом с положительной точки зрения Матвея 25 лава с 31 стиха по 46 кого будет делить на овец и на соответственно козлов почитайте послание иакова 25 с 31 по 46 если кто из вас думает что он благочестив и не обуздывает языка то обольщает сердце у того пустое благочестие чистое непорочное благочестие перед богом и отцом есть то чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира это первая глава послания иакова 27 стиха заодно почитайте и вторую главу с 1 по 6 стих отношение к нуждающимся характеризовало человека как праведника понятно да теперь посмотрим некоторые требования которые бог выдвигал своему народу для того чтобы они обеспечивали неимущих левитам 23 глава 22 стих левитам 23 22 когда будете жать жатвы на земле вашей не дожиная до края поля твоего когда жнешь и оставшегося от жатвы твоей не подбирай бедному и пришельцу оставь этого я господь бог ваш пишем край поля второзакония 24 глава воус оказывается пользовался законом ну второзакония 24 глава 19 по 21 стих второзакония 24 с 19 по 21 когда будешь сжать на поле твоем и забудешь сноп на поле то не возвращайся взять его ну воус тоже так советовал делать пусть он останется пришельцу в сироте и вдове запрет чтобы господь бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих забытые снопы край поля теперь забытые снопы когда будешь оббивать маслину твою не пересматривая за собою ветвей пусть останется пришельцу сироте и вдове запрет оббивать до конца маслину или пересматривая за ней чтобы подобрать все что осталось когда будешь снимать плоды виноградники твоем не собирай остатков за собой пусть останется пришельцу сироте и вдове запрет подбирать опавшие ягоды виноградники левитов 19 глава 10 стих и виноградника твоего не оббирай дочисты и попадавших ягод виноградники не подбирай остав это бедному пришельцу я господь бог ваш здесь понятно все эти заповеди они требовали труда у тех людей которые нуждались в помощи они предусматривали физический труд бог оставлял что-то для них но для того чтобы получить это обеспечение они должны были трудиться бог бог никогда не поощрял праздности лени и стяжательства еще раз бог никогда не поощрял праздности лени и стяжательства с одной стороны бог не унижал неимущих бог не унижал неимущих с другой стороны он не поощрял их стяжательству безделью праздному времени проповождения обеспечение основное обеспечение неимущих связано было с их трудом для того чтобы получить пропитание они должны были трудиться в свою очередь кто заботился о неимущих здесь сказано что бог он благословит такого человека сказано и написано способ которым благословение придет к этому человеку способ этот достаточно простой бог благословит труд его рук это не нечто что свалится нам на голову только надо успеть отскочить в сторону чтобы не привалило мне очень нравится свидетельство неких молодых братьев особенно из репцентров которые никогда не трудились своими руками и которые выходят и начинают свидетельствовать о том как бог их благословил в основном через сестер или молодые сестры когда свидетельствуют о том как бог их благословил через молодых братьев я думаю что бог здесь иногда ни при чем здесь чаще при чем похоть я никого не обидел из пришлось хорошо понятно да бог благословляет труд рук я ничего не имею против подарков не поймите меня приуратно но подарки благословения они должны исходить из других мотивов чем в тех случаях которых я описал точно есть хоть один человек со мной согласен любит подарок но хоть не одному и тому же брату тогда все нормально тогда все нормально если любишь дарить подарки и одному и тому же тогда есть некоторое подозрение а если всем то хорошо и сестрам и детям и собакам тогда точно если собакам тогда точно бескорыстно все нормально я пошутил но в каждой шутке есть доля шутки На самом деле, чтобы вы правильно понимали, благословение, которое обещал Бог, чаще всего оно приходит через труд рук. Может приходить через других людей, это абсолютно нормально. Есть такое, сейчас мы будем говорить об этом чуть дальше, но здесь понятная часть? Итак, обеспечение неимущих не унижало неимущих, но требовало от них труда. Была часть, о которой мы говорили, обеспечение в доме питанием, когда неимущий мог находиться со мной в доме и есть со мной мою пищу. В еврейской традиции, как правило, это осталось до сегодняшнего дня, приглашать домой в шаббат неимущих, чтобы они разделяли с нами наш стол. Понятно, да? Хорошая еврейская традиция, если вы ей будете следовать, не согрешите. Понятно, да? Если будете следовать такой хорошей еврейской традиции, не согрешите. Приглашать неимущих к себе за праздничный стол в шаббат. Каждый день можете это делать, точно не согрешите. Только не поощряйте одного и того же человека каждый день кушать у вас. Потому что это будет поощрять его не работать, а питаться у вас за столом. Поэтому лучше делать это раз в неделю и приглашать различных людей. Понятно, да? Теперь мы поговорим об обеспечении, которое не требовало труда. Второй вид обеспечения, которое не требовало труда. Это второзаконие, пятнадцатая глава. Второзаконие, пятнадцатая глава. С седьмого по десятый стих. Если вы помните, по-моему, пару дней назад мы разбирали часть нагорной проповеди. И мы говорили о том, что, в общем-то, четвертый стих, который мы оставили без рассмотрения, это норма закона, которая осталась еще без изменений. Он не изменил. Если он сказал, вы слышали сказанное древними, око за око, зуб за зуб, а я говорю вам, то есть он требования закона несколько изменил, ужесточил, сделал их выше, да? То эту заповедь он оставил, в общем, без чего? Изменений. Сейчас мы на эту заповедь посмотрим. Это сорок второй стих. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. На пятая глава, сорок седьмой стих. Просящему дать, и от хотящего занять не отвращайся. Какие? На Ивановне, на Матвееве, вы не поверите. Пятая глава. На горная проповедь. Где у нас написано? Нет, не сужу. Сорок второй стих. Пятая глава, сорок второй стих. Итак. С этим местом писания, к сожалению, связано достаточно много вопросов. В Новом Завете. В период действия, в общем-то, Синайского закона, были сложности с восприятием этой заповеди и исполнением этой заповеди. Прозвол специальный закон, отменивший эту заповедь. Принятый в первом веке. Когда уже к тому времени раввины решили немного изменять завет и закон Божий. Знаменитая вещь. Они объясняют, находят объяснение, почему это надо было сделать, как это правильно сделать. Но нет у человека права отменять закон Божий. Немного они погорячились с этим. Как, впрочем, со многими другими вещами. Но здесь это было одно из первых таких постановлений, когда ярко так отменен был закон Божий. И это касалось именно, в общем-то, постановления давать взаймы. С этим мы сегодня тоже, наверное, встречаемся. Мы встречаемся с таким простым пониманием, как один человек приходит к другому человеку. Давайте, два брата мне нужны будут. Одолжи ему денег. Вопрос не в этом. Он просит. У тебя, говорит, нет. Нет, давай. Давай это буду я. Иди, я, я сам буду просить. Я говорю, вернись, ты вернись, ты будешь мне одалживать. Ты вернись. Ну все, смотри. Один брат приходит к другому. Нормально, да? Бывает, если... Пожалуйста. Ну вот мне очень надо. Ну, пожалуйста, ты не мог бы мне одолжить 100 гривен? Могу. Я через неделю отдам. Хорошо. Спасибо. Вот я взял у него, собственно говоря. Он поступил по Писанию. Я подошел к нему, попросил у него, и он поступил, собственно говоря, по Писанию, просящему у него. Да. И так поступали многие из нас. Приходит неделя. Собственно говоря, он видит меня через неделю, цветущего, довольного, не очень цветущего, не очень довольного. Как правило, я цвету до тех пор, пока я с ним не встречусь. Как только я встречаюсь с ним, я подхожу, слушай, ты понимаешь, но не получается. Нормально, если я чуть-чуть задержу. Ну, конечно. Спасибо. И я опять чуть-чуть задерживаю. Ну, и по мере того, как я чуть-чуть задерживаю, я, в общем-то, доволен и веселый, но при нем у меня, соответственно... Ну, и наступает момент, когда, в общем, я понимаю, что говорить, что я отдам уже, ну, как бы не совсем прилично и удобно. Ну, столько раз я ему уже это обещал. И он столько раз меня прощал. И я говорю, слушай, тут есть некая проблема, понимаешь? Ну, я не могу тебе отдать. Понимаешь? Не могу. Почему? Ну, так жизненные обстоятельства сложились. Ты не мог бы меня простить? Мог. Серега, мог. Ну, и? И что? Прощаю. Спасибо. Вот, стой, 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 ты никуда не уходи. Это чуть-чуть позже, когда мы будем говорить о прощении. Это другая тема. Пока нас интересует некий процесс, который мы только уж увидели. Деньги у кого остались? У меня. У меня. Вы неправильно понимаете. Деньги остались у меня. Да. Он меня одолжил, потому что ваш. Меня интересует сейчас некий другой вопрос. Ипотетически. Деньги теперь у меня? А чьи они? Мои или его? Его. Почему? Нет, уже после прощения вашего. Мои. Мои. Все правильно понимают, да? А сзади не портят. Ой, слушай. Что вы начинаете все портить? Зачем вы все портите? А у тебя нет золота? Я пока спрашиваю про деньги. Меня интересует физический процесс. Духовные процессы мы оставим пока за кадром. Физический процесс меня интересует. Он мне деньги одолжил? Когда он одолжил, деньги были чьи? Когда он простил, деньги стали чьи? Спасибо большое. Вот теперь мы начнем внимательно смотреть о том... Вы не поняли, они все равно мои. Итак, очень важный вопрос. Один человек дает другому человеку деньги. И как вы видели, молодой человек поступил не по Писанию. Хотя все вы дружно сказали, что человек поступил как? Опа! Там есть оговорочка по внутренней его. Секундочку. Тут есть оговорочка. Я спрашиваю вас. Вы об этой оговорочке вспомнили сейчас или когда я спрашивал? Ну, раньше. Намного раньше. Но вы же не промолчали. Ну, так на меня никто не обращал внимания. Сейчас я, в общем-то, тоже этого не делал. Я могу даже сказать, какая оговорочка. Давайте. Значит. Это место. Второзаконие, 15 глава. 8 стих. Но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается. Большое спасибо. Либо давайте начнем все-таки считать второзаконие не с 8 стиха, как вы, в общем-то, собрались. А с 7, как рекомендовал я. Начнем с 7 стиха. И увидим, соответствует ли процесс 7 стиху для начала разговора. Если будет у тебя нищий, кто-либо из кого? Так. Первое. Человек, который просит, он должен быть кем? Раз, два, два, три, нищий. Но не сестрой. Вы помните, сестры, мы вообще не берем в расчет. Женщины, детей мы не считаем. Итак, нищий. Они у нас здесь прошли в довод. Итак, первое требование к просящему должно быть какое? Так, нищий или брат? А потом уже? Брат. То есть, брат, нищий, нищий брат. Ну, особого значения не имеет. К сестрам никаких вопросов нет. О, смотрите, человек уже внимательно начинает читать. Живет рядом с нами. Итак, если у тебя будет нищий кто-либо из братьев твоих в одном из лиц твоих на земле твоей, которую Господь Бог даст тебе, то не ожесточи сердце твоего. Первый блок касался требований к тому, кто... Что он делает? Это требование, которым должен соответствовать просящий. То есть, я должен знать этого человека. Он живет рядом со мной. Он таки нищий и таки мой брат. Он... Что это значит? Это человек, соблюдающий закон Маисея. То есть, это не абстрактная личность, но если он живет на моей земле рядом со мной, то это мой брат еврей, который соблюдает законы. Понятно, да? Это не человек, который бынщинствует, живет как ему нравится, потому что если бы он был таковым, его надо было вывести за пределы моего жилища и что-то ему хорошее сделать там, при помощи некоторого количества камней. Это требования, которые предъявляются к брату. Дальше начинается часть, обращенная к тому человеку, который, в общем-то, что-то должен сделать по отношению к тому брату, который просит. И то, что он должен сделать, связано с состоянием чего? О, сердце и руки. То не жесточи сердце и не сожми руки. Писание говорит, что сердце и рука находятся в какой-то связи. Какая-то у них связь там есть. Если сердце твердое, то рука... Если сердце не совсем твердое, то рука может быть... Да, то есть, понятно. Если сердце твердое, то рука... Если сердце открытое, то рука, собственно говоря, тоже. То есть, по наличию действия руки мы можем судить о сердце. И первое требование, обращенное ко мне, связано с состоянием моего сердца. Со всеми остальными требованиями мы познакомимся после перерыва.